Здравствуйте! На наших глазах происходят весьма странные события, что я начинаю верить одному из комментаторов по фамилии Мамедов, дескать, Азербайджан России не по зубам. Это, видимо, стало кредо для Баку после сбитого российского вертолета 9 ноября 2020 года азербайджанскими вооруженными силами. Помнится тогда, азербайджанские аналитики писали, что если Россия простила Турции, то и нам простит. Вскоре и вовсе забудут. Снова так и случилось. Прощается Азербайджану все, даже расположение на двух стульях. И, кстати говоря, удобное расположение. Алиев поддерживает Украину, открыто поддерживает, помогает Украине горючим, но при этом получает дивиденды из России, утирая нос как России, так и Украине. Также имеет своих личных атташе, как в России, так и Украине, всерегущих честь азербайджанского солнцеликова в одной и другой стране. Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Александров, доктор политических наук. До 2022 года был ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО. Год назад Михаил Владимирович был уволен из МГИМО за, цитирую, грубое искажение целей и задачи русской политики в отношении соседнего дружественного государства. Здравствуйте, Михаил Владимирович. За прошедший год вы разобрались в целях и задачах русской политики в отношении соседнего дружественного государства Азербайджан? Если да, то не поделитесь ли информацией, чтобы и все здравомыслящие люди понимали, в чем секрет вседозволенности официального Баку? Да и неофициального тоже, так как и азербайджанский криминал покрывается, чем что-то скрывать. Санкт-Петербург не даст собрать. Вам слово. Собственно говоря, блокады Лачинского коридора должны быть силовым способом ликвидированы. И если Азербайджан после этого нанесет удары по российским рапорцам, то мы должны нанести ответные удары по нефтяной инфраструктуре Азербайджана. Это было воспринято очень негативно, как в Азербайджане, так и у нас, и я так думаю, на Западе. Потому что вы же понимаете, что снабжение Запада сейчас идет из Азербайджана, в то время как наши трубопроводы блокированы. Вот. Ну и вот такой триединый фронт против меня сложился в лице, так сказать, проазербайджанского обе внутри России, значит, внутри, так сказать, самого Азербайджана и прозападных структур. Вот. И, так сказать, ректор МГИМО, который является другом Алиева и пляшет под его дудку уже много лет, он меня просто уволил за это. И что интересно, никакой реакции не было. Даже против меня в Азербайджане завели уголовное дело, никакой реакции МИД РФ нет. Хотя и по менее существенным поводам в каких-то других странах, если против российских граждан что-то предпринимается, то сразу Захарова поднимает вой, а в данном случае как будто и ничего не произошло, и может быть и правильно это. Вот такая интересная ситуация. Потом вы говорите, что вот в чем же состоит русская политика в отношении Азербайджана. Но я бы это русской политикой не назвал. Я бы ее назвал, после что антирусской политикой. А сам ее называю политикой МИД РФ. Потому что этот МИД даже МИДом России у меня язык не поворачивается назвать. Это политика антирусская, направленная на ослабление наших позиций в Закавказье. И она движима только какими-то коррестными интересами определенных лоббистских групп. Прежде всего нефтяных экспортеров и газовых экспортеров. Эти олигархические структуры, они получили неимоверно большое влияние на российскую власть. Многие политические, геополитические решения диктуются интересами этих монополий. При этом полностью игнорируются интересы прежде всего самого русского народа. Но также всех других народов, проживающих на российской территории. За исключением узкой группы олигархов, наживающихся на этом энергетическом экспорте. Вот. И вы посмотрите, что происходит на Украине. То есть через Украину они убивают российских солдат. Ну, через Украину идет поток газа, набивается бюджет Украины. Из этих денег закупаются боеприпасы, которыми убивают российских солдат. Я вас понял. Михаил Владимирович, тогда складывается такой вопрос. А какие могут быть обиды в сторону Армении? Вот в последнее время часто говорят о том, что якобы Армения хочет выйти из ОДКБ. Я бы не сказал так, что Россия уходит из-за Кавказа. Просто вот эта политика антиружская, которая проводится нынешними властями России, она ведет к тому, что Россия объективно теряет позиции в Закавказе. Потому что ставка на Азербайджан в Закавказе, это значит подставление спины под нож. А после того, как он сожрет Нагорный Карабах, ему будет нужна. Вот. И тогда он еще больше ударится во все тяжкие. Достаточно вспомнить период чеченских войн в 90-е годы, когда Азербайджан был такой базой для террористов. Да, плацдарма. Плацдарма, да, для чеченских террористов. Ну, там не только чеченские, естественно, были террористы со всего мира. Там международный интернационал террористический, который подпитывался Западом. Вот. И Азербайджан даже тогда, будучи относительно слабым, ввел такую антироссийскую политику. Вот. Представляете, он будет сильным, а не вместе с Турцией. Армения будет ослаблена окончательно. Будет этническая чистка в Карабахе. Они вообще распоясываются. Вот. Так что, конечно, вот эта политика является в лучшем случае ошибочной, а в худшем случае просто вредительской по отношению к национальным интересам России. Да. Вот российский политолог недавно Сергей Марков призвал руководство Украины бить дронами по Еревану и Тбилиси. Вы об этом слышали. Во всяком случае, я у вас на страничке тоже об этом почитал. Прочитал по его словам, вот, все пугливые москвичи уже там, ну, то есть в Ереване и в Тбилиси. Что на это скажете? Мне вот интересно, будет ли какая уголовка заведена в отношении этого человека, прости господи? Не, ну, тут вся, так сказать, инициатива, она в руках армянских властей. То есть, в отличие от Азербайджана, армянские власти как-то совершенно пассивно реагируют на то, что происходит в России, что их критикуют, там, что вообще такие непозволительные, я бы сказал, высказывания допускаются в отношении Армении, армянского народа. Вот, никак не реагируют. Азербайджанцы действуют системно, ну, они под одной, так сказать, крышей находятся. У них такая иерархия управления, конечно, вся диаспора подчиняется администрации Алиева. И когда поступает сигнал кого-то мочить, то они и мочат, вот как на меня, например. Ну, и других вон на Пишкова набросились, вы знаете, он там, конечно... На кого, на кого еще раз? На Сивкова, это военный эксперт наш известный. Да, да, да. По-моему, даже там и Сатановского легнули. Кораукова. Да, у еврейского лобби позиции не менее, так сказать, мощные, чем у азербайджанцев. Поэтому Сатановский их быстро на место подает. А русскому человеку некуда податься, понимаешь, в своей стране заклевали. Вот, то есть совсем распоясались эти азербайджанские иноагенты, я их называю. Почему нас к иноагентам относят только вот прозападных каких-то деятелей? У нас же полно деятелей, которые фактически работают на... И про восточных, и про южных. Да, да. А чем они лучше-то? Они же, что, меньше вредят российской внешней политике? А тут считается даже хорошим тоном быть на содержании, так сказать, у альевского режима. Это престижно, понимаете? Так что я хочу вернуться к позиции армянских властей. К сожалению, они как-то равнодушно к этому относятся. Может быть, это инерции прежних времен, когда автоматически Армения воспринималась как союзник, как друг. Но за это время, после прихода Пашиняна, удалось очень сильно азербайджанскому лобби повлиять на общий дискурс в России. Изобразить его как ставленника Сороса, как врага русских и России. Понимаете, вот эта пропаганда, она льется изо всех, так сказать, вещей. И это повлияло на общественное мнение в определенном плане. А вот как-то Пашиняна и его окружение, они как-то на это не реагируют. И, так сказать, создается впечатление, что им как бы и все равно. Но это ошибочная у них позиция, потому что надо реагировать. Надо, так сказать, контрдействия предпринимать, если они хотят, чтобы Россия оставалась у них союзником. Да. Ну вот продолжение сказанного Маркову. Я тут хочу поздравить в некотором смысле даже Азербайджан, так как Марков у нас известный такой конформист. Я вот немного почитал о нем, узнал, что в 90-х, будучи тогда еще демократом, он совместно с послом США в России Макполом книжки даже писал. А теперь вот ратует за диктаторские режимы. Михаил Владимирович, обратил внимание, что Алиев буквально окружил себя сокурсниками по МГИМО. Это и не я обратил внимание, это и многие еще несколько лет назад, из которых занимаются эти самые выпускники МГИМО его интересами. Порой даже не всегда понимают, что помогают ему, Алиеву, в его антиармянской риторике по искажению армянской истории и культурного наследия. Вот взять, к примеру, выпускницу МГИМО, болгарку Ирину Бокову, которая в бытной должности генсека ЮНЕСКО азербайджанизировала, ну, все, что можно было азербайджанизировать на то время, ряд армянских нематериальных культурных наследий, например. Или вот президент Казахстана Такаев, тоже выпускник МГИМО, и в одной организации ОДКБ с Арменией, но прямо говорит, что против Азербайджана не попрет. Туркунов, что лишил вас занимаемой должности. Вот выпускники МГИМО, это действительно такие сплоченные, или сплоченность такая только вокруг Алиева? Ну, вы знаете, сплоченности вокруг Алиева нет никакой. Я сам однокурсник Алиева, понимаете, и, в общем, совершенно, так сказать, на другой стороне баррикад оказался. Вот, но не потому, что я вот лично Алиева не люблю, а мне не нравится его вот политика такая, диктаторский режим, который претендует на то, чтобы этническую чистку Нагорного Карабаха осуществить, да еще делает заявки на там пробитие Зангизорского коридора. Вот, и Россия вредит, там заигрывает с Украиной, так сказать. Его политика, я понимаю, она антироссийский характер носит. Вот, я вам скажу, открою такую небольшую тайну. В свое время Алиева пытались принять партию, вот, на четвертом курсе, по-моему. Вот, но я тогда не был членом партии, я был... В ком-партии вы имеете в виду, да? В ком-партии, в ком-партии. Ну, тогда как? Если ты не член партии, то вроде как бы недочеловек, и у тебя перспектив политических нет. А тут сын членополитбюро ЦК КПС, заместитель и премьер-министр СССР. Вот, и, значит, он претендовал на то, чтобы его приняли в партию. Хотя никакой общественной работой он, естественно, не занимался. Вот, и у нас настолько принципиальные ребята на курсе, что его они первый раз прокатили. Его не приняли на первом заседании в партии. Возник страшный скандал. Этот самый наш секретарь парткома института, он сразу прикинулся больным. Вот, наш секретарь парткома курса тоже заболел. Как будто они тут вот, в общем, ни при чем, и как бы не имеют отношения к этой ситуации. То есть получилось так, что они не смогли мобилизовать людей, чтобы за него проголосовали. А это же был политический такой акт, вы же понимаете, да, что вот фактически недоверие члену политбюро ЦК КПС выражалось, что его сына не принимают в партию. Это серьезное дело. И потом уже райком вмешался, и всех собрали там, прокачали как следует. Все, его приняли, конечно, в партию потом. Вот, со второго захода. Ну, вот факт такой, что не очень-то к нему относились хорошо на курсе. Вот, понимали, что он такой плейбой, в общем, работать не любит, много очень о себе думает. Вот, ну и так это вот в жизни-то и проявилось. Ну, сын первого секретаря ЦК КПП Азербайджанской ССР, как ни ка. Ну, Алиев тогда уже даже выше был. Он не первый секретарь, он был членом политбюро и заместителем. Ага. Тем более, тем более. Гораздо более высокий пост занимал в Советском Союзе. Ну, из этого складывается тогда такой вопрос. Я вот у вас хотел спросить по поводу преподавания у вас истории. Ну, вот вы сами сказали, что плейбой, наверное, часто даже прогуливал. Вот, учитывая то, что говорит Алиев своему населению, дескать, Ереван – это древнеазербайджанский город, Армения – это западный Азербайджан, Армяне – это приблудное племя из Индии и так далее. Вот он – выпускник МГИМО, казалось бы. А МГИМО действительно все так плохо было с преподаванием истории, в частности, мировой истории? Или он прогуливал историю? Ну, я думаю, ни то, ни другое. Просто Азербайджан ведет против Армении информационную войну. Как вы знаете, в информационной войне все средства хороши. Вот сейчас Запад обвиняет Россию, что она дамбу эту Каховскую сама взорвала, чтобы себя же и затопить. Ну, вот это прием информационной войны. Ну, и Алиев тоже запугивает армян, показывает, что если вы будете там выступать, смотреть, и я Ереван захвачу, и вообще вам тут не мерз, и так далее. То есть он такую антиармянскую пропаганду ведет. Но здесь он не только запугивает армян, он же дурачит собственное население такой риторикой. Конечно, дурачит. Он его уже настолько одурачил, что армяне воспринимаются как смертельный враг, против которого надо бороться. А это у него способ поддержания собственной власти и собственной легитимности. Понимаете? Потому что авторитарный режим, он должен держаться на каком-то сплочении народа. А лучше всего это сделать, создав такой образ врага и постоянно с этим врагом воюет. И это ему очень помогает. Поэтому я особо не верю в какие-то мирные урегулирования. Алиеву они совершенно не нужны. Его и по внутриполитическим, по внешнеполитическим причинам устраивает конфликт. И когда была возможность еще присяжия с Арксяне подписать мадридские принципы, в общем, неплохой результат был. Вот сейчас Алиев хвастает, что он там 7 районов освободил, то он бы их и без войны мог освободить, если бы он подписал мадридские принципы. Тогда и предполагался такой вариант, что вначале 5 районов освобождаются, вводятся российские миротворцы, так же, как сейчас они введены. А потом еще 2 района. Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев. То есть вот этот вариант он реализован только. Он Шушу, конечно, взял. Единственное приобретение, которое не предусматривалось, собственно, вот этими мадридскими принципами. Ну, за это он положил очень много людей своих. Да, большая часть Карабаха ему было подарено, можно сказать, потому что там солидный кусок – это Карвачарского района, или, как в Азербайджане говорят, Кельбаджарский район. Да, да, ему большую часть подарили. Так что... Такой вопрос. Нагорный Карабах, он же Арцах, вышел из состава, как известно, Азербайджанский СССР в то время, когда еще независимого Азербайджана не было. То есть путем референдума. И в 90-х годах республика кровью заплатила за свою независимость, честному бою, без байрактаров сверху и участия третьих сил, как сейчас, например, Турции на стороне Азербайджана. Почему Запад признал Косово, Россия признала Абхазию, Южную Осетию, но при этом ни Запад, ни Россия не обратили внимания на Нагорный Карабах? Вот оставим сейчас в стороне то, что Армения сама не признала Арцах, Карабах. Что на это скажете? Ну, вы знаете, это трудно, так сказать, оставить в стороне, потому что главный союзник Карабаха, Нагорного Карабаха, Армения его не признала. Ну и как в этой ситуации вот другим странам поступать? В той же России, да? А вот я не совсем помню по поводу Косово, а Албания признала Косово, прежде чем Запад признал Косово? Не, ну они как-то там все вместе признали. Группа стран Запада признала сразу. Ну, понимаете, там еще решение Международного суда было, специально по Косово, вот, чтобы его признать. Ну, тут, понимаете, если бы вот у армянских руководителей того периода хватило все-таки силы воли и желание все-таки наступить на горло собственной песни, потому что они оба выходцы из Карабаха были, и Кочаряна, и Шарксяна, и они считали, что вот они должны и Карабахом руководить, и одновременно Арменией. Вот. И не хотели они, сами не хотели признавать независимость Нагорного Карабаха. И, наверное, не очень-то хотели, чтобы и другие признавали. Получилось так, что сейчас Карабах оказался в таком очень уязвимом состоянии из-за этой, ну, в общем, достаточно непродуманной, я бы сказал, политики. Вот. Это была серьезная ошибка. Я вот эту статью написал про Нагорный Карабах, где я подробно анализировал вот эту ситуацию. Я считаю, что сейчас, наоборот, сложилась более благоприятная ситуация для признания независимости Карабаха, потому что Карабах сейчас выступает как самостоятельная величина. А, так сказать, уже обвинять Армению в оккупации азербайджанской территории никто не может. Ведь Азербайджан на чем играл? Он играл на том, что Армения оккупировала территорию. И так оно фактически получалось. Ввели переговоры там с Арксян, Кочарян, там их министры вели переговоры. То есть Армения вела переговоры. Ну, и все видели, да, ну, значит, они оккупируют, понимаете. А если бы Армения сразу бы отстранилась и вели переговоры именно карабахцы, я думаю, совершенно другая была бы ситуация. Ну, вот это упущенный момент. Может быть, сейчас удастся это отыграть. Конечно, сейчас вот общее соотношение сил не в пользу Армении сложилось. Оказалось, что, в общем, армянская армия была не подготовлена к войне. Что вот эти 20 или 30 лет, сколько там после окончания Первой Карабахской войны, мало делалось для укрепления вооруженных сил Армении. Люди на что-то надеялись. Ну, я помню эти разговоры, что азербайджанцы не решатся, что они плохие войны, что мы им наломаем, понимаете. Вот. Это вот самообман такой, он привел вот к этой ситуации. Поэтому, когда сейчас винят только Пашиняна в том, что вот армия оказалась не готова, ну, это неправильно. Неправильно. Все виноваты. Все виноваты. Начиная с Кочаряна, Сараксиана и, конечно, и Пашиняна в том числе, которому больше всех досталось. Так что непризнание – это, в общем, дипломатическая ошибка прежде всего самой Армении. Ну, а другая сторона сейчас, вот какая игра идет. Конечно, никто не хочет ссориться с Азербайджаном. Запад зависит от Азербайджана из-за поставок нефти и газа. Россия не хочет обострять, потому что ситуация на Украине. И второй фронт не нужен. Вот. Может быть, два года назад Путин вел бы себя пожестче. Но сейчас вот это типичная у нас тактика, когда сложная ситуация, значит, возникает. А давайте сделаем вид, что ничего не происходит. Давайте, значит, пересидим. Подождем. Все само собой, может быть, рассосется. И там видно будет. В общем, проблема будем решать по мере поступления. А так вот заранее планировать и действовать на операцию. Да, пока что сейчас только все в пользу почему-то Азербайджана. Да, да. К сожалению, вот такая ситуация сложилась. Общая геополитическая... Михаил Владимирович, последний вопрос. Генпрокуратура Азербайджана объявила вас в розыск. Это вам сейчас как-то мешает в жизни? Да нет, вот как раз мне сейчас это в жизни не мешает. Потому что сейчас такая ситуация, что мне никуда ездить не надо и, в общем-то, и не хочется никуда ездить. А вот в прежние мирные времена я, может быть, съездил бы там в Турцию или в Европу, понимаете. А в Турции, если бы я поехал, меня бы могли арестовать. Даже в Казахстане. В Турции, да. А в Европе разве тоже бы могли арестовать по одному только розыску Генпрокуратуры Азербайджана? Меня бы, скорее всего, арестовали. Потому что, помимо того, что я в розыске в Азербайджане, я очень не нравлюсь западной элите, потому что я их тоже очень сильно критикую. А, вот оно в чем дело. Ну, я призываю Армению, чтобы они тоже часто обращали внимание на вот эти выпады ряда политологов, так называемых, в России, на Украине, все равно, где в адрес Армении. Вот видите, Азербайджан хочет и достигает своего. А Армения как-то вот молчит, не обращает внимания. Впрочем, Армения никогда не обращала внимания на выпады азербайджанских деятелей, науки, культуры, когда они искажали армянскую историографию, армянскую культуру. Ну, типа, ну и так, о нас все знают, нашу историю, нашу культуру, что мы будем, типа, того, обращать внимание на все сказанное там в Азербайджане. Нет, ребята, сейчас все очень серьезно, информационная война очень серьезная. Она достигла своего апогея такого, да. Вот антитопору моему уже 10 лет. Он занимается все эти 10 лет вот этим всем, что делается нынче на информационном поле. То есть я это пронюхал еще 10 лет назад, начал его до сих пор закончить не могу. Поэтому вот я призываю все-таки и блогеров, и журналистов армянских, и деятелей науки, правительства, в конце концов, чтобы серьезно взялись за это. И начните вот с Маркова. Я вам буду просто благодарен, потому что этот человек мне лично уши прожужжал. Вот последние 4 года это какой-то рупор Азербайджана в России. А я тоже все-таки гражданин России, и мне неприятно слышать все, что говорит этот человек, и все сходит ему с рук. И, кстати говоря, таких Марковых, к сожалению, в России немало. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, очень хочу надеяться, что все у вас будет хорошо, и границы вам будут открыты. Все-таки вы тоже дипломат и деятель науки, вам нужен мир пошире, а не в рамках вот той границы, которую сейчас имеете. Вот там это Европа. Я вот тоже почитал ваш послужной список, там и Австралия, и Новая Зеландия, и Зимбабве. А я, кстати говоря, путешественник. Для меня мир тоже без границ, это прежде всего. И думаю, что у вас в жизни все будет еще хорошо, все еще впереди. Спасибо вам. Спасибо за хорошие слова. Спасибо, всего вам доброго. До свидания.